Сумерки И метро 2033 тоже про конец света. Мне сейчас даже уже в глянцевых журналах заказывают рассказы про апокалипсис. Я, наверное, буду вторым автором после Иоанна Богослова, который сделал себе именно эту тему. А никто из вас не задумывался, почему на Красной площади стоит погребальная пирамида индейцев Майи, а внутри нее покоится мумия великого вождя. Чем больше в стране стабильность, тем неотступнее ощущение грядущего апокалипсиса. Мне кажется, это протестные голосования. Ураганы, землетрясения, наводнения. Они каждый день в новостях. Сотни тысяч жертв по всему миру. Вы что, действительно верите, что все это случайно? Всему, что происходит с миром в последнее столетие, может быть только одно оправдание. Бог в коме. У вас есть другие объяснения? Эти ребята в пенсии такие трогательные. Какой смысл бояться конца света, если для каждого из нас в один прекрасный день он нас станет персональным? Каждый человек – это маленькая вселенная. Каждая смерть – маленький апокалипсис. Каждую секунду умирают десятки тысяч миров. Сумерки – это реквием по каждому из них. Книга смерти. Слава не имеет значения. И деньги тоже не имеют значения. По большому счету, человеческой фантазии все равно хватает только на квартиру и машину. А дальше неизбежно встает вопрос. Как остаться в памяти людей навечно? По большому счету, нам с вами осталось не так уж и много. Индейцы майя предсказали, что конец света наступит в 2012 году. С астрологией у них все было в порядке. Так что не стоит строить слишком далеко идущих планов. Мы живем в историческую эпоху. Эпоху начала конца. Эпоху заката. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, это просто наслаждаться последними лучами уходящего солнца. Последними, потому что уже 3 декабря в России наступят сумерки. Субтитры создавал DimaTorzok